Приветствую на своем канале. Итак, начинаем новый влог. Подготовка архитей к осеннему цветению. Для этого нам понадобится осуществить душ. Я предпочла горячий, конечно же под этим словом я подразумеваю теплый душ. Сегодня мы будем их поливать препаратом фитоспорин для того, чтобы подготовить их еще не оттапливаемому периоду. Это тот промежуток, который наверное является самым опасным. Итак, давайте начнем приготовление самого раствора. Также не забывайте, что поливаем мы в этот раз весьма щедро. Именно поэтому душ для этого подходит оптимальнее всего, потому что потом нас ожидает длительный период просушки. Конечно же не в прямом буквальном смысле слова засушки, то есть чтобы корни высохли. Но мы должны выждать и определить ту грань, когда растение необходимо уже поливать. И еще выжидаем 3-4 дня, практически до недели. То есть в зависимости от тех погодных условий, например если прохладно, то в принципе это будет сделать проще. И потом уже поливать. Это и называется период просушки, для того чтобы стимулировать период цветения. Все подобные манипуляции я уже проводила в прошлом году, чтобы помогло мне добиться тех результатов, которые я показывала вам в видео уже год назад. Можете с ними ознакомиться. Они называются в разделе удобрения для орхидеи цветения. Там потом вы можете заметить те превосходные результаты туалетного выпуска новых доносов. Ну что, в предвкушении этого периода. Ждем, не дождемся. Для проведения сегодняшней обработки мне понадобится вот такой вот препарат фитоспорин в форме выпуска паста. Мне так удобнее всего, потому что я готовлю так называемый маточный раствор, но небольшого количества. То есть с расчета применения на один раз. То есть без какого-либо потом его закатавливания с каким-то отложенным промежутком времени. Потому что я не совсем люблю такие растворы, которые стоят подолгу. И потом остается только надеяться на то, что препарат все-таки остается эффективным и не теряет свою годность. Это очень важно, особенно когда мы говорим в аспекте живых бактерий, которые, конечно же, уязвимы и чувствительны к перепадам температур, к повышенным, к пониженным температурам. То есть, в принципе, они могут как-то влиять на свое размножение от этого или же страдать, или наоборот размножаться при благоприятных условиях. Поэтому я готовлю на одну порцию. Касаемо дозировки, вы можете ознакомиться на обратной стороне упаковки. Я же использую свой старый добрый рецепт. Это приблизительно одна чайная ложка, 5 мл. Этой пасты развожу в небольшом количестве воды и потом довожу до объема 2 литра. Вот сначала я развела, хорошо растворила пасту. В кашпо, сейчас покажу кашпо, там даже небольшой осадок остался по стенкам. И потом заполнила, залила его в вот такой пульверизатор. Сейчас немножечко выжду. Производители советуют выждать 2 часа. Я, в принципе, жду около получаса, потому что я добавляю такое количество пасты, которые мне позволяют, в принципе, немножечко сочкануть и сократить время выдержки препарата, потому что количество тех живых микрохронизмов в той объеме пасты, которую буду я использовать, весьма велико. Поэтому я могу не жадничать и, в принципе, приступить к обработке раньше. Вот в таком вот кашпо очень удобно размешивать препарат. То ли порошок, то ли пасту. И потом, вот видно даже на стенках, немножко осталось нерастворенных кусочков. Это очень хорошо, потому что вот такой концентрат, когда мы его растворяем в непосредственной форме, которую будем использовать, может немножечко допускать передозировки при попадании на листья. Поэтому я советую поступать таким же способом, как и я, то есть предварительно в какой-то другой форме. Все это растворить, а потом уже максимально растворенные, уже без каких-то кусочков с излишками, потому что которые могут как-то допустить ожог, потому что эта форма усилена гулыми, то есть удобрениями. И потом уже переливаем и не беспокоимся о каких-либо побочных действиях. Можно также использовать порошок, то есть в принципе это не принципиально. Их самое главное отличие это формат, то есть порошок или паста, в зависимости от того, как вам удобно использовать. То есть то же самое можно провести в налоге с удобрением. Есть жидкие, есть сухие. Разницы в них как таковых нет. Единственное, что, конечно же, мы с вами понимаем, что жидкие намного удобнее использовать, потому что они уже практически готовые, вы просто их разводите небольшим количеством воды, ну, в той мере, которую советует сам производитель. Казаемо же сухих, вам необходимо еще приложить усилие, то есть добиться полного растворения гранул. В противном же случае препарат будет неэффективен. Вот на обратной стороне можете ознакомиться с рекомендациями о драссировках и каких-то моментах, которые указывает производитель. Время обработки запоминайте, чем дольше, тем лучше. И еще такой момент, используйте воду, которая более жесткая. То есть не нужно использовать, например, дистиллированную воду ни в коем случае. Об этом я уже говорила в одном из своих видео о применении фитоспорина для растений, потому что потом реакция будет замедлительной или же наоборот какой-то вот бездейственной. То есть им нужна правильная вода. В идеале это будет нейтральный ППАЖ. То есть используйте практически можно... Я использую водопроводную воду. Вы можете, в принципе, отфильтрованную, но ни в коем случае не мягкую воду, не дистиллированную. Вот я добавила необходимое количество воды до отметки 2 литра. И вот такой получается у нас цвет. То есть такой, скажем, чайный, я бы его назвала. И с, конечно же, появлением пены. Все это будет свидетельствовать вам о том, что процесс запущен, клетки размножаются, бактерии увеличиваются, их штамм, что может нам давать понять, что препарат готов полностью. И можем приступить уже непосредственно к обработке растений. Кстати, обратите внимание, что я предварительно все орхидеи уже орошила с душа. И теперь могу приступить к обработке. Советую вам это делать, потому что это поможет вам обезопасить растения каких-либо ожогов. Например, если вы добавили немножечко больше препарата, там есть куми. Ну и еще что-то. То есть я всегда для себя это уже зарубила на носу и пользуюсь. То есть предварительное замачивание, предварительное увлажнение корней, листьев поможет вам сохранить растение в порядке и не ставить под его опасность какой-то либо побочного действия препаратов в случае его избыточности. Смотрите продолжение в следующей серии. «Хорошая хорошенька». Не боимся попадать в пазухи. Это абсолютный смех. Самое главное после этого им тепло. Если боитесь, то промокните дополнительные салфетки. И также, конечно же, самое главное, поставьте их на проветриваемое место без попадания сквозного ветра. То есть поступите так же, как вы делаете это после ванны. То есть не допускайте сразу же резкого перепада температуры, дабы не простудиться. И, конечно же, обеспечьте такие условия, в которых они могут просохнуть. То есть я про «Откройте окна на проветривание, до этого момента освежите комнату». То есть обеспечьте им такие условия, где они будут стоять, те хорошие аэрации, где они могут равномерно просыхать постепенно и тем самым не допускать какого-то длительного переуложнения. Так делаю именно я. Вот видно, как хорошо корни откликаются на поливы подобные. И чувствуют себя превосходно даже те растения, которые еще не пересажены. Вот я вам специально показываю, как реагируют на душ те орхидейки мои, которые с момента покупки не пересажены. Вот можете убедиться в этом сами. Как активно корни растут. И все у них замечательно. Поэтому не бойтесь и смело используйте подобные способы полива. Можете еще зайти в плейлист «Мой полив орхидей» и посмотреть там еще ряд видеороликов на эту тему и те результаты, которые были получены после. Я про видео о появлении цветоносов. Великобритания. Великобритания. Пластика. Продолжение следует... Продолжение следует...